Итак, всю свою жизнь вы пытались попасть в секретную сверхъестественную службу. От цели вас отделяет всего один шаг. Вам нужно сдать экзамен, чтобы доказать свою способность справляться со сверхъестественными и паранормальными явлениями. Считайте свои правильные ответы. Результат ждет вас в конце. Вертолет оставляет вас на берегу. Ваша миссия – перебраться на другую сторону острова, куда за вами придет спасательная лодка. Кажется, на таком маленьком острове это несложно, но есть подвох. На острове живет лишь пара людей и множество неземных чудовищ. Перед вами три дороги, у каждой стоит знак. Первая дорога ведет к вампирам. Вторая дорога приведет вас к зомби. А третья ведет к аллигаторам. У вас есть 10 секунд, чтобы решить. Выберите дорогу к аллигаторам. Как я говорила, на острове живут только люди и монстры. Здесь нет хищников из реального мира. Вы идете третьей дорогой и выходите на огромный луг. Палящее солнце жарит беспощадно. Вы хотите найти какую-нибудь тень. К счастью, впереди виднеются два дома. Первый дом кажется вам старым и дряхлым. Окна разбиты, ставни почти везде отсутствуют. Кажется, что дом может развалиться в любую минуту. Второй дом выглядит совершенно новым, крепким и чистым. Но тут вы замечаете, что в нем совсем нет окон. Куда вы пойдете? У вас есть 10 секунд. На этом странном острове второй дом без окон – верный признак того, что его житель боится солнечного света. Вы же не хотите угодить в ловушку к вампирам. Вы выбираете первый дом. Вы оказываетесь в большой комнате. Здесь все затянуто паутиной. Мебель покрыта толстым слоем пыли. А пол скрипит. На столе вы видите какую-то банку. На ней написано только «противоядие». Это точно может вам пригодиться, так что вы кладете банку в карман. Еще вы находите связку ключей. И идете в самый дальний конец комнаты. Перед вами три двери. На первой – несколько замков, но их легко можно открыть теми ключами, что вы нашли. На второй двери четко написано «Внутри оборотень». На третьей двери нет никаких знаков. Она выглядит заманчиво, чистая и без паутины. Какую дверь вы выберете? Ваши 10 секунд пошли. Замки на первой двери означают, что внутри заперт кто-то или что-то, и его не стоит выпускать наружу. Серьезно, лучше не открывать. Раз на третьей двери нет ни паутины, ни пыли, значит кто-то часто ей пользуется. Скорее всего, оборотень живет там. Поэтому вы выбираете вторую дверь. Выход ведет вас в парк с деревьями и кустарниками. Он выглядит удивительно буднично для такого необычного острова. Впереди вы видите группу из семи человек. Они тоже выглядят вполне обычно. Но подойдя немного ближе, вы замечаете в нескольких из них кое-что странное. Это зомби. Сколько зомби вы сможете найти? Осторожно, они могут вас заметить. У вас всего 7 секунд. Правильный ответ – их 3. Этот парень пытается найти свой выпавший глаз. Девушка на скамейке ест мороженое с кусочками человеческого тела. А этот зомби даже не заметил, что его ногу покусала собака. Вы, как и любой другой, боитесь зомби. Но действительно страшно то, что эти люди беззаботно стоят рядом с ними. В общем, вы тихонько проходите мимо странной кампании и вскоре подходите к горе. Вы забираетесь на вершину и наслаждаетесь красивым закатом. Чтобы продолжить путь, вам нужно перейти один из двух мостов. По ту сторону каждого моста стоят незнакомцы. Вы уверены, что один из них – оборотень. Но кто? Как его определить? Кажется, зомби учуяли ваш запах. Поспешите, у вас всего 7 секунд. Вы наблюдали за закатом, значит, вот-вот стемнеет. Сегодня полнолуние, так что вы сможете просто увидеть, кто из этих людей превратится в оборотня. Вы перешли по безопасному мосту. Сейчас ночь, но яркая полная луна освещает вам тропинку. Впереди виднеется огромный замок. Там наверняка живут привидения, но вас это не беспокоит. Лучше встретить привидений, чем остаться снаружи со всеми этими монстрами. Вы заходите в замок и оказываетесь на балу. В зале танцуют 8 человек в масках. Вы осознаете, что это тест на внимательность. Сколько из этих людей привидения? 7 секунд, пока вас не заметили. Эта девушка танцует, но ее ноги не касаются пола. Она парит в воздухе. На всех современные платья и костюмы. Однако вон та пара одета так, словно они из викторианской эпохи. Привидения не могут менять одежду, верно? Вы нашли трех привидений и решаете не вмешиваться в их танцы. Нужно двигаться дальше. Вы заходите в другую комнату. В ней стоит огромный накрытый стол. Жареная курица, картошка фри, пицца, овощи, фрукты, газировка, аппетитные десерты и выпечка. За столом сидят 8 человек. У вас не на шутку разыгрался аппетит. И вы тоже решаете перекусить. Но интуиция подсказывает, что что-то здесь не так. Вдруг вы понимаете, что это – вампиры. Но как вы догадались, вам надо решить за 5 секунд. Почему вся еда на столе нетронутая? В этой комнате хоть кто-нибудь хочет есть? О, они точно готовы отужинать, только не обыкновенной пищей. Им нужна ваша кровь. Скорее, бежим! Вы выбираетесь оттуда, но вампиры вас преследуют. Чтобы спастись, нужно выбрать одну из трех комнат на вашем пути. В первой комнате сильный пожар. Яма с острыми копьями на дне ждет вас во второй комнате. Третья же заполнена ядовитым газом. Какую комнату вы выберете? Скорее, они будут здесь уже через 5 секунд. И правильный ответ – комната с газом. Если вы вдохнете что-то ядовитое, вампиры не станут пить вашу токсичную кровь. Но как же вы сами спасетесь? О, точно! Немного раньше вы нашли противоядие. Вы выпиваете его, восстанавливаетесь и покидаете особняк. Вы идете сквозь джунгли и, наконец, находите берег. Так, отлично, вы добрались до цели. Но вдруг вашу радость нарушают три человека, барахтающиеся в воде. На помощь! Мы не умеем плавать! Вы уже готовы прыгнуть в воду, чтобы их спасти, но интуиция подсказывает вам, что что-то здесь нечистое. Двое из них – морские чудища, которые пытаются заманить вас в ловушку. Но кто именно? У вас есть всего 5 секунд, чтобы спасти настоящего человека. У одного из них перепончатые пальцы рук, а у того видны жабры. Но вот этому парню, правда, нужна ваша помощь, поэтому вы спасаете его и возвращаетесь к берегу. Вы разжигаете костер, чтобы согреться. В этот момент яркий луч света падает на вас с неба. Это вертолет, который прилетел забрать вас после экзамена. Ура! Вам сбрасывают веревочную лестницу, вы приближаетесь к ней, но вдруг осознаете, что что-то не так. Будете подниматься или доверитесь инстинктам? Вам нужно решить через 5 секунд. Вертолет? Но за вами должна прибыть спасательная лодка, помните? Вы не садитесь в вертолет. Но, к сожалению, это делает ваш новый друг. Вертушка быстро уносится к звездам. Да, это было НЛО. И тут прибывает спасательная лодка. Поздравляю, вы выбрались с острова. Но хватит ли вам очков, чтобы сдать экзамен? От нуля до трех баллов. В секретной сверхъестественной службе вам бы пришлось непросто. Вам нужно поработать над вниманием к деталям и навыками принятия решений. Не переживайте, все придет с практикой. От четырех до семи баллов. Вы весьма умны и находчивы, но вам придется еще потренироваться. Несмотря на то, что в целом вы быстро принимаете решения и не поддаетесь панике. Один промах может дорого вам обойтись. От восьми до десяти баллов. Вы сдали экзамен, но отлично. Секретная сверхъестественная служба сочтет за честь принять такого эксперта по выживанию в своей ряды. Поздравляем, но не будьте слишком самоуверены. В этой сфере нужно всегда быть на чеку.